Ну что, давненько у нас не было рубрики ТОП-5 разных барабанщиков. Так давненько, что я уже запамятовал, какие номинации у нас были до этого. Давайте вспоминать. Было несколько выпусках о самых скоростных барабанщиках. Был выпуск о самых техничных барабанщиках. Что-то было про самые крутые и необычные барабанные соло, но самое главное для всего этого дела я всё-таки упустил. Поэтому сегодня я хотел бы составить для вас ТОП-5 самых крутых барабанщиков, именно на мой взгляд, которые повлияли именно на меня сильнее всего на моём творческом пути. Причём, чтобы сделать этот выпуск максимально интересным, я подобрал для вас именно русских барабанщиков. Ведь мы живём с вами в одной стране, и это гораздо интереснее, чем снова и снова проходиться по всемирно известным именам, с которыми в принципе и так всё понятно, насколько они крутые. И опять же, прежде чем начать, хочу сказать, это не ТОП лучших барабанщиков. Это список тех дровосеков, которые повлияли исключительно на меня и исключительно на мой творческий путь на разных его этапах. Поэтому я не буду вам описывать их биографию, какие-то детальные их барабанные заслуги. Я просто расскажу вам 5 историй, которые связаны с этими барабанщиками и которые связаны с моим творческим путём. Так что усаживайтесь поудобнее и погнали. Итак, на пятом месте моего списка стоит Александр Федотов. Вероятнее всего, многие из вас сейчас вообще не поймут, кто вообще такой этот дядька и что он здесь делает. Хотя я не исключаю, что среди вас найдутся старички, которые со слезами на глазах вспомнят про него. Дело в том, что я начал осознанно практиковаться за барабанной установкой тогда, когда о свободных видеоуроках даже речи не шло. И первым русским видеопособием для меня стала именно видеошкола Александра Федотова. Оговорюсь, я отношусь к этому дядьке с огромным уважением и очень сильно благодарен ему за старт. Но если сейчас кто-то из вас захочет посмотреть на эту самую видеошколу, а каждый из нас сейчас находится в огромном изобилии информации, скорее всего, вы будете просто ржать как дурак. Товарищ Федотов сидит на фоне какого-то нереально классного крутого ковра, вокруг куча какого-то хлама. У него классные, блин, порванные кеды и не менее классные усы. Штатив камеры, на которой все снимается, дико скрипит и перебивает автора. Сама подача информации максимально бытовая и прям в такой совковой манере. Но при этом он все равно в то время делал что-то, и одним из первых начал вносить в русскоязычный интернет какие-то вот подобные барабанные обучалки. И я излег из этого, на самом деле, довольно много всего интересного. Как минимум, можно сказать, что именно благодаря Александру Федотову я открыл для себя, в принципе, что такое кардан и что такое пальцевая техника. Не скажу, что я в то время понимал музыку, которую Александр исполнял. Это был какой-то дикий такой непонятный фьюжн. Но в то время, как бы, многого и не надо было для того, чтобы произвести на себя впечатление. Достаточно было услышать набор каких-то там непонятных быстрых ударов, которые как-то там друг с другом переплетаются, и все, ты у него в кармане. Таким образом, на пятом месте в списке русских барабанщиков, которые на меня повлияли, стоит Александр Федотов. Редактор субтитров А.Семкин На четвертое место я бы поставил Евгения Новикова. Для многих из вас он заслуживает первого места по известным причинам. Но я сейчас объясню вам, почему для меня он все же стоит на четвертом. Дело в том, что я познакомился с его творчеством, наверное, слишком поздно. И тогда, когда большинство вещей, которые он уже исполнял, для меня были на понятном уровне. Безусловно, у этого дядь есть множество феноменальных барабанных способностей, которыми обладает мало кто на российской сцене. Например, он безупречно владеет такими техниками, как Хилто и Гравити Бласт. У него за спиной богатый студийный и концертный опыт. То есть можно с уверенностью сказать, что он мега крут. Но сегодня разговор именно о тех, кто хоть как-то влиял на мое развитие. А именно поэтому список барабанщиков будет строиться, наверное, с точки зрения хронологии. Но не сказать пару слов о Жене Новикове и не засунуть его в свой список я просто не мог. Поэтому почетное четвертое место. Редактор субтитров А.Семкин Итак, третье место моего списка это безусловно Паша Лохнин. На самом деле, лично для меня знакомство с его барабанными способностями началось с питерской экстремальной метал-группы под названием Периметр. Их я слушал еще когда учился в школе и жадно выисковал русские группы, которые играли настоящих тяжелях. Ну и Периметр, безусловно, были в этом списке и бомбили таким образом, что у меня реально ехала от них крыша. На тот момент я очень сильно фанател по группе Слипнот, насколько вам всем известно, и они для меня были очень ярким ориентиром. Все тяжелые группы, которые я для себя так или иначе находил, я сравнивал с группой Слипнот. Думаю, именно поэтому Периметр меня так и зацепил. В последствии я узнал имя барабанщика, который работал какое-то время с группой Периметр, и примерно в то же время у меня появился доступ к интернету. Я узнал, что Паша не просто экстремальный барабанщик, но и владеет этим инструментом в более универсальном смысле. Более того, он также одним из первых стал снимать обучающие ролики, выкладывать их в интернет, и многие из них мне тоже каким-то образом помогли. Поэтому на третьем месте моего списка стоит Павел Лохни. Павел Лохни Итак, мы подбираемся к финалу, и на втором месте стоит несравненный Василий Руденко. Наверное, если копнуть глубже, так сильно, как Вася, из всего этого списка на меня никто не повлиял. И не будь определенных преимуществ у барабанщика, который все-таки стоит на первом месте, Вася с легкостью мог бы вырваться вперед. Дело в том, что, наверное, не найдется ни одного русского барабанщика, который не знал бы эту фразу. Никто не любит пианистов, все любят барабанщиков. И не найдется ни одного русского барабанщика, который в свое время не засматривал бы додыр Васина шоу под названием Гебашилова. Это было феноменальное явление интернета, которое совмещало в себе как море юмора, так и какой-то обучающий подтекст. Ведь согласитесь, несмотря на то, что мы ржали как дебилы над этим шоу, каждый из нас в итоге выносил какие-то новые интересные фишки и учился чему-то. В общем, я был крайне расстроен, когда узнал, что шоу Гебашилова прекратило свое существование, но в то же время я был очень рад, потому что узнал причину, по которой это произошло. Вася занял достойное место в российском барабанном кабинете и продолжил развиваться как настоящий профессиональный барабанщик. В общем, Вася, спасибо за наше счастливое детство. Их! Ха-ха-ха! 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 ПЕЧ! 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 Их альбом «Неизбежность», если быть точным, вот с него реально все началось. Я просто охерел, насколько мрачно, атмосферно, технично и интересно могут сочинять музыку русские музыканты. Более того, я охерел от того, как круто кто-то из моих соотечественников может играть в настолько нереально безбашенной партии, сидя за барабанной установкой. В общем, все это дело схватило меня за яйца очень сильно и не отпускало довольно долго. Даня – это барабанщик с охеренно богатой историей и очень интересным и насыщенным творческим путем. Уверен, что он повидал такого, о чем мы даже не имеем вообще ни малейшего представления. И тем не менее, резонный вопрос. Чем же он, как автономный барабанщик, повлиял на меня? Ну, в первую очередь, это, конечно же, сама группа Аматери и, безусловно, место Дани в ней. А он, как нам всем известно, не просто барабанщик там. Во-вторых, я был на их концертах несколько раз и, естественно, стоял в первых рядах и очень внимательно наблюдал за тем, что же он там такое делает. И вот реально, всем бы из нас так тащить барабанные партии вживую, как тащит он. Ну и в-третьих, мне повезло быть знакомым с ним вживую. И это один из самых открытых и незазнатых людей из всех вообще, что я знаю, даже с учетом его, несомненно, высокого статуса в российской рок-музыке. Так что лично для меня этот барабанщик стоит на первом месте в списке крутых русских барабанщиков, играющих в подобных жанрах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, наш очередной выпуск подошел к концу. Я надеюсь, что вам было интересно узнать, кто же из русских барабанщиков и каким образом на меня повлиял. Напоминаю, что данный видеоролик создан при поддержке барабанной школы NK Drum Lessons. Здесь ты можешь научиться играть на барабанах как вживую, если проживаешь в Санкт-Петербурге, так и находясь в любой другой точке России благодаря уникальной авторской методике дистанционного обучения. Не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал и черкануть чего-нибудь в комментариях. Увидимся через несколько дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова